И мое выступление будет резко отличаться от выступлений коллег, не только потому, что я буду говорить не об естественных науках, а об гуманитарной, а также потому, что мы с Павлом выбрали тему, которая больше имеет отношение к психологии, к педагогике, то есть не конкретно о той теме, которую я рассказываю как просветитель, а о том, как именно я рассказываю, что я делаю, чтобы донести свои мысли и свою информацию до людей. И поэтому я должна начать с нескольких вводных слов о том, в общем, что я делаю. Я журналист, искусствовед по образованию, а здесь я выступаю именно как блогер, как человек, который использует свои знания и профессиональные навыки, чтобы максимально доступно и вне, в рамок работы донести людям, рассказать о том, что я люблю и чем я увлекаюсь, историей искусства. И как блогер я написала несколько книг, которые имеют и просветительский характер, и развлекательный. И, в общем, почему взрослая публика выбирает умный развлекательный контент? Почему так много людей в сети ищут, чем повысить свою образованность? Но очень много людей ищут именно контент на смесь, на грани развлекательности и информации. Как это происходит, почему люди это делают, и почему, вот лично мне, я на своем опыте вам расскажу, почему мои тексты популярны и почему людям это нравится делать. Одна из последних, из недавних публикаций, которые я публиковала в своем блоге, это «Искусственный интеллект дорисовал Мону Лизу в полный рост». И я рассказываю, какие ошибки я увидела в этой реконструкции. И этот текст набрал большое количество просмотров. Почему? Что ищут люди? Казалось бы, можно взять книгу, прочитать, прочитать много книг, прослушать какие-то лекции в университете. Но цифровое обучение, это когда люди идут в интернет, чтобы найти что-то, что их повышает уровень, оно все больше и больше популярно. Одна из причин, как мне кажется, в том, что людям очень нравится совмещать вот это повышение своего образования, повышение своей эрудиции с тем временем, которое у них есть, свободное, например, в течение рабочего дня или по дороге на работе. То есть то, что делают блогеры, они дают информацию в маленьких отрезках, в маленьких отрезках, хорошо переработанное, хорошо усваиваемое, приспособленное для того, чтобы человек, который не является студентом прямо сейчас, мог что-то понять прямо сейчас, то есть в тот момент, когда у него есть время. И это одна из тех причин, по которой я пишу лонг риды, то есть это длинные тексты размером 5-7 тысяч знаков. И я являюсь одним из немногих блогеров по искусству, который делает длинные тексты, потому что в основном сейчас, как я смотрю, мои конкуренты по искусствоведческим блогам нацелены на то, чтобы делать, ну скажем так, инстаграмные посты с картинками и короткими объяснениями, потому что основная масса потребителей такого развлекательно-образовательного контента, она все больше и больше тянется к маленьким дозам, к маленьким бутербродикам, а не к большим длинным трапезам. Я целенаправленно все-таки остаюсь в длинном формате, потому что я считаю, что длинный формат все-таки позволяет лучше объяснить какие-то вещи. И вот это реконструкция Мона Лизы, которую загнали в искусственный интеллект, и он достроил ее в полный рост. И в этой публикации я объясняю, что не так. Например, что здесь не так? Вот здесь вот у нее под рукой маленькая дощечка, это кусочек кресла. На самом деле Мона Лиза сидит в кресле, и если бы этот портрет был реконструирован в полный рост как следует, она была бы изображена сидящей. И из других ошибок, например, то, что она стоит, и у нее видна коленка, на самом деле она должна сидеть в развороте. И то, что она воткнута посередине реки, как будто она Христос в сцене крещения, а на самом деле это должна быть сцена с палацци, потому что по краям настоящей Мона Лизы, по бокам вот здесь вот видны кусочки колонн, то есть она сидит на балконе. И этот текст, я постоянно занимаюсь тем, что смотрю, как люди реагируют, что они видят, что им нравится, что им нравится в моем способе изложения, какие они вопросы задают. И вот эта постоянная обратная связь с людьми, которые читают, это то, что позволяет мне все время калибровать мой способ общения с людьми. То есть можно, например, смотреть Google аналитику или аналитику Яндекса и видеть, что там меня читают 55% женщин, 45% мужчин, в основном 35% и дальше, но на самом деле это не очень много говорит мне о том, как я должна писать тексты дальше. А вот умные вопросы, а иногда глупые вопросы, они очень помогают калиброваться мне как автору. Еще бы я хотела сказать, конечно, что на разных платформах, разных сайтах совершенно собирается совершенно разная аудитория. То есть у меня есть блог в Яндексе, у меня есть блог мой личный на базе ЖЖ, на движке ЖЖ старый, которому уже около 20 лет, Facebook, был Instagram и так далее, и так далее. И разные сайты, разные социальные сети притягивают совершенно разных людей, которые ведут себя по-разному. То есть в итоге я закрыла комментарии на Яндекс.Зене, потому что то, что там творилось в комментариях, без постоянной ежеминутной модерации, повергало меня в ужас и депрессию относительно того, что происходит с массовым потребителем. Это связано с тем, что у Яндекс.Зене огромное количество показов, и в тексты приходят люди, которым на самом деле неинтересно в данном случае искусство, но им очень важно выразить свое ценное мнение, и они начинают в комментариях всякие, грубо говоря, срачи. Поэтому я просто отрубила в комментариях, комментарии Яндекс.Зене совсем, а вот в блоге они остались. Важная вещь для понимания того, что происходит в комментариях, это классическая теория разбитых окон. Это такая история, по-моему, из Нью-Йорка о том, как новый мэр пытался в Нью-Йорке бороться с постоянными граффити, разбитыми окнами, мусорами и так далее. И в рамках борьбы с вандалами была предпринята городская программа, что как только в городе на улице возникает какое-то уродство, его немедленно коммунальные службы закрашивают. И действительно, психологи это исследовали, это изучили, доказали, что если есть граффити, то сразу появляется много граффити. Если на улице валяется мусор, а мусорки нет, то люди кидают еще. То есть люди, когда видят беспорядок, они его увеличивают, они ищут мусорку за углом. То же самое происходит в комментариях. Если люди видят, что кто-то ведет себя плохо, оскорбляет, разводит гадости, то они постоянно-постоянно это начинают делать. Поэтому суровая модерация – это то, что позволяет поддерживать атмосферу до совместного какого-то обучения. Я прошу людей придумывать какие-то вопросы, которые помогали бы мне делать интересные статьи. И один из моих самых любимых вопросов, предложенных мне читателями. Наша тема о том, что почему блогер выбирается лучше, чем преподаватель. Потому что блогеру не так страшно задать какой-то глупый, или, может быть, наивный, или смешной вопрос. И вот этот вопрос, почему Шилов, поштретист, хуже Карла Брилова, в котором в этом вопросе сразу парадокс, потому что, ну да, очевидно, что он хуже. Я взяла и объяснила, почему именно. Я взяла совершенно академическую вещь, дисциплину, которую преподавали нам в университете, называется «Описание и анализ памятников». Когда картина разбирается по абсолютно строгим параметрам, ну, там, типа, контуры, перспектива, объем и так далее, и просто сравнила картины Брилова и картины Шилова по академическим параметрам. И поскольку никто этого никогда не делал, людей поразило, насколько можно, казалось бы, интуитивно ощущаемые вещи сформулировать помощью структурированного разбора. И вообще, вот такой вот, когда ты делаешь краткий конспект за своего читателя, людям это очень нравится, потому что, на самом деле, информации так, такое огромное количество, что каждый выбирает сейчас то, что не только интересно, но и удобно. То есть люди не хотят тратить много времени на то, чтобы самим прорабатывать книги и выписывать. Им хочется сразу иметь готовые какие-то, типа, конспектов, чтобы их быстро потреблять и быстро воспроизводить. И еще один из вопросов, которые гуляют на сфере, я очень люблю ловить вопросы, которые гуляют на сфере, ловить их и подробно описывать. Это калаш. Это не сам Гитлер нарисовал. Это калаш, который был сделан где-то около 1939 года одним из немецких художников, они уже все это чувствовали. И вот эта часть с помощью навоза сделана. Это фотография коллажа. Далее в этом тексте я привожу в пример акварели, сделанные Гитлером. Он рисовал архитектурные виды часто. И рассказываю, почему с точки зрения искусствоведения, почему с точки зрения людей, которые натренировали видеть всякие эстетические вещи, эти акварели плохие. И я начинаю с того, что да, эти акварели реалистичны, они, казалось бы, изображают здания, как они есть, но как искусство, искусство с большой буквы, они бессильны абсолютно. И одна из вещей, за которые меня хвалят, это то, что я всегда, для меня это очень важно, я не стараюсь никогда не быть с новым, никогда не стараюсь не свысока что-то вот... Я разговариваю с людьми как с равными, потому что я знаю, что мой читатель, это человек, которого тоже, продолжим, есть высшее образование, совсем в другой сфере. Ему интересна моя тема, и он может быть наверняка умнее образованнее меня, и я плещена тем, тем, что его заинтересовало то, что я люблю, тем, что его заинтересовало искусство. То есть я говорю не как препод с учеником, как старший с младшим, как снисходительным, а я говорю как с равным, и я благодарна за то, что вы меня читаете, и за то, что вам интересно то, что я делаю. И вот в этой теме я начала с того, что объяснила, что да, вам нравятся акварели, сделанные Гитлером, за то, что они реалистичны, и в этом нет ничего плохого, это нормально. И я объясняю, почему они нравятся, потому что они реалистичны, кажутся техничными, что в них такое. Но вот если мы сравним их с акварелями городов, скажем, Дюрера, тоже немецкого художника, разница в том-то, 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 и том-то по пункту. И вот это вот отношение, вот эта личная позиция, понимание того, что я не какой-то профессор, а просто человек, которому очень нравится моя работа, моя тема искусства, мне нравится делиться, рассказывать об этом, мне кажется, это то, что приводит ко мне людей, читателей из раза в раз. Еще один вопрос, который гуляет в наосфере, это цитата, которую постоянно пишут в комментариях. Малевич стал моим крестовым походом в каком-то степени, я не то, что его люблю, но он очень иллюстрирует многие тезисы в искусстве, которые происходят в 20 веке. И есть даже такой анекдот, что если ты хочешь получить миллион комментариев, надо зайти в комнату и громко крикнуть «Черный квадрат Малевича», и тогда сразу набегут сто тысяч человек, объясняющих, что это фигня. И вот такие вот жупелы, а Малевич с черным квадратом это жупел, который привлекает людей, и он привлекает оскорбления, то есть больше ста лет уже прошло создание «Черного квадрата», а люди все оскорбляются, оскорбляются тем, что он есть. И это достаточно забавно, потому что, вот скажем, я один раз объяснила, что с ним не так, и почему, что с ним так, и как он работает, скажем, в 2017 году, но после этого все время продолжает приходить новая аудитория и требовать ответы на тот же самый вопрос. Предположим, другие люди в комьюнити кидают им ссылки на мой старый пост, но люди отказываются читать старый пост и требуют объяснения заново. То есть всегда есть какие-то потребители контента, которые требуют личного отношения, эксклюзивного. И это достаточно забавно, и когда я только начинала этим активно заниматься, меня это смущало, как же это может быть, что я делаю не так, чем мой пост с 2017 года устарел, почему надо объяснить еще раз. И для меня было очень важным осознанием, что это не я что-то делала не так, а просто достаточно количество людей, которые оскорбительные, безграмотные и требовательные в том, что для них лично что-то объясняли и разжевывали. И для меня в процессе моего роста было важным понять, что нет, не надо тратить мои силы вот на таких людей. И это было, пожалуйста, это было не очень просто для воспитанной девочки. Из других... Вот, объясните, почему черный квадрат Малевича не шедевр, а не фигня. Еще одна вещь, которая привлекает читателей ко мне, помимо того, что я умею структурировать информацию и выдавать ее понятными выпусками, это мой словарный запас и такое странное чувство юмора. Оно у меня сардоническое, скептическое. И вот это вот сочетание важных, серьезных тем искусствоведения, сюрреализм, абстракция и сниженные лексики, то есть, когда я говорю о чем-то важном, но могу говорить это простыми словами, а иногда нарочно детскими словами или нарочно какими-то пародийными словами, оно выводит читателей, как мне кажется, из состояния такого вот дремота, потому что, когда ты долго читаешь умные тексты, они тебя гипотезируют, и ты впадаешь немножко в такой сомнобулизм. А я стараюсь шутить, в том числе с помощью слова употребления, и это заставляет людей как-то страгивать и снова включаться в текст, то есть, постоянное состояние такой перца бодрости, остроты. Это к вопросу о слове «фигня» в заголовке, которое, конечно же, о чем-то еще и кликбейт. Я специально ездила в Торзюковскую галерею, чтобы сделать эту супероригинальную фотографию, потому что то, что я люблю делать, я люблю искать иллюстративный материал не в сети, а производить его сама, потому что, во-первых, это более качественное с точки зрения резолюции иллюстрации, хай-резы, и какие-то ракурсы, какие-то кадры. Вот, например, что в этой фотографии необычно? Да, в необычном не то, что тут есть стена в Торзюковской галереи, ниша в стене Торзюковской галереи, специальная новая рама, сделанная для этой картины, поля, оригинальные Малевича, и только потом начинается черный квадрат. Если вы поищите в сети репродукции черного квадрата, то вы вряд ли найдете что-то дальше вот этой белой рамы, и то это тоже моя старая фотография. То есть большинство иллюстраций по живописи, которые мне нужны, если я не могу делать их сама, я их разыскиваю там на фликре, то есть очень много времени трачу на то, чтобы найти фотографии произведения искусства того уровня, который меня устраивает. Забавная штука с фотографиями, например, каких-то музейных зданий, памятников, картин, что казалось бы, вот какое-то знаменитое произведение, но все всегда фотографируют его с одного и того же ракурса. Скажем, Успенский собор Московского Кремля, вы можете найти на Вики-хостинге фотографии, фотографии фасада со стороны площади 300 фотографий, со стороны колокольни Ивана Великого там 400 фотографий, а со стороны двух других одна или две. То есть все всегда все снимают с одной точки зрения. Миллион фотографий Аполлона Бельведерского с одного ракурса, Лакаона, но никто никогда не снимает Лакаона с задней стороны в прекрасную мускулистую умирающую спину. Это такой шаблон мышления, и вот мне нравится находить новые ракурсы иллюстрации. Вот, кстати, это снято с крыльца исторического музея. Это памятник Жукову. Эта публикация моя была приурочена, по-моему, к установке памятника Калашникову на Садовом кольце. И я рассказывала, что не так с современным искусством скульптуры в 21 веке, почему она выродилась, почему статуи, сделанные в 19-м, в начале 20-го века намного более красивые и туэтичные, чем то, что происходит сейчас, когда один за другой лепят такие вот статуи, как будто они напечатаны на 3D-принтере. Другая тема, которая привлекает моих читателей, о которых очень мало рассказывают преподаватели, если только это не какие-то специализированные курсы, это тема денег. У нас в России, в бывшем Советском Союзе искусство, оно обожествлялось, нас учили относиться к нему как к чему-то святому, благородному и так далее, и это одна из причин, по которой нам не рассказывали про омерзительное искусство, только про прекрасное искусство. Моя первая книжка, она называется «Омерзительное искусство», я там показываю картины, в частности, Рубенса, которые были выведены из сферы эрудиции с каннибалами, кастрациями и так далее, потому что в нашей системе образования к искусству принято относиться как к священной корове, и она должна быть хорошая, благородная и так далее. И деньги, деньги они опошляют искусство. И если только вы не пойдете на специальные курсы антиквариата или акционов, вам об этом не расскажут. И поэтому народ с большим интересом читает мои материалы, в которых я рассказываю, собственно, как деньги соотносятся с реальностью. В этом коллаже собраны картины русских художников, которые на тот момент установили аукционные рекорды. И я объясняю, почему Репин, который для нас великий художник, он оказывается дешевле художников-авангардистов. И это связано в частности во-первых с тем, что Репин это художник российский и он интересен только русскому покупателю на российском рынке. Здесь картины вот это Репин женщина в кафе в парижском кафе. А Кандинский и Малевич они вышли на интернациональный рынок и они интересны иностранным покупателям. И это увеличивает их цену, потому что когда больше покупателей из-за всего мира, то, естественно, это увеличивает цены. Другая причина, по которой Репин дешевле, это в том, что на рынке в свободной продаже картин Репина гораздо меньше, чем картин Малевича и Кандинского. Дело в том, что чем старше художник, тем раньше его картины оседают в государственных музеях. то есть сейчас в частных руках картины Репина только какие-то портреты и вот это кафе, потому что Третьяков их покупал, другие создатели музеев покупали, их функционализировали после революции, то есть это же причина, по которой картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» вызвала такой гигантский рекорд на опционе, одна из причин, потому что произведений Леонардо в продаже нет, они все осели в коллекциях 17-18-19 веков. И продолжая разговор о дурацких вопросах и о теме денег, которые очень интересуют людей, вот собственно началось с того, что человек меня спросил, сколько стоит картина Иванова «Явление Христа народу?» Вот я посмотрел, сколько стоит на аукционе этюд с головой одного из людей в толпе, он там стоит 10 тысяч долларов. Значит, я посчитала, сколько голов на этой картине, поделил, посчитал площадь, умножил, и тогда получается, что раз картина два метра на три, то значит, цена будет умножиться только по стокам. И этот замечательный математический пример дал мне возможность порассуждать о том, почему, сколько стоит картина Иванова, она стоит нисколько, потому что она находится в Государственном музее, и она не выставляется на продажу. При этом у нее есть страховая стоимость, которая будет оплачиваться, если картина поедет на какую-то выставку. Кстати, например, когда произошло четыре года назад нападение на картину Репина Иван Грозный, его сын, в прессе, к вопросу о новостях и фейках, и истериках, в прессе попытались поднять истерику, почему картина не была застрахована, почему вот сейчас надо искать деньги на ее реставрацию у каких-то частных спонсоров и государства. И вот эта истерика журналистов, которые обожают устраивать истерики, она связана с банальным непониманием устройства музейного дела. Дело в том, что застраховать все экспонаты, которые находятся на постоянной экспозиции в музеях, физически невозможно, это были бы гигантские деньги, и нет никакой необходимости, потому что эксцессы случаются очень редко. Картины страхуют обычно, когда их отдают в чужой музей на выставку, то есть страхуется процесс перевозки и ее гастроли, и обратное возвращение, потому что действительно во время гастроли может случиться что-то с большей вероятностью. И эта страховая стоимость картины, она никак не отражает ее стоимость, если бы она попала бы на какой-то частный аукцион. Страховая стоимость обычно гораздо-гораздо ниже, то есть она предусматривает предусматривает скорее какие-то реставрационные расходы. И вот здесь я рассказываю, что произошло, когда после революции большевики выставили на продажу картины из арминажа старых мастеров. Это единственная картина Яна Ванейка, которая была в России. Сейчас она находится в Нью-Йоркском музее Метрополитен. Что произошло? Продали не весь арминаж, продали несколько тысяч вещей, вещей первого ряда около сотни, и произошел банально гигантский демпинг. То есть большевики уже отдавали эти картины, возьмите хотя бы за такую цену или за такую. Потому что людей, которые способны купить такое большое количество людей по произведению искусства, их банально ограниченное количество. И чтобы выкупить весь арминаж, это нужна какая-то гигантская сумма, чисто гипотетически. Другой дурацкий вопрос, который мне пишут, что, например, в музеях находятся одни подделки. Мы заходим в музей, и там все давным-давно подменено. То есть такие какие-то конспирологические теории, возможно, конечно, что-то подменено. Но представляете, где можно поместить все из армитажа? Это какое гигантское хранилище должно быть? Надо написать об этом текст, кстати, я вот планы. Ну вот, в общем, то, что я хотела рассказать, я хотела рассказать именно о том, что для меня важно в общении с читателями. Это понимание того, что раз они пришли читать меня, то, значит, они нацелены на познание, на узнавание чего-то нового, что они любят и умеют потреблять информацию, им интересно, им интересно искусство, и за это я испытываю уважение. И мы вместе создаем контент, потому что те вопросы, которые они задают мне, они меня формируют и помогают мне вдохновляться и создавать мои тексты. Меня это очень радует, что это такой вот получается симбиоз, что это такая игра в пинг-понг, что я не сама по себе, а что читатели меня формируют. Вот, пожалуй, все. Вопросы? Спасибо большое. Я от себя не буду задавать вопрос. Я практически все, что вы мне показывали, здесь читал и получил большое удовольствие. Я хочу лишь заметить, кто еще не подписан на блог Софьи Багдасаровой, либо в Телеграме теперь, либо в ЖЖ, обязательно срочно подписывайтесь, получите огромное удовольствие. И кроме того, много пользы и знаний. Вот. А теперь вопрос. Большое спасибо за такой рассказ о подоплеке преподавательских действий блогера. Мы больше здесь рассуждали о официальном образовании, а вы как раз рассказали об этом сегменте, который колоссально растет, неформального дополнительного образования. Ну, у нас вот как раз эта тематика ДПО в условиях стресса. И вот простой тогда вам вопрос. Вот сейчас как раз вот этот феномен, блогер как преподаватель, он вырос в условиях социальных сетей. И вот то, что происходит с социальными сетями, обрушение, можно сказать, этого рынка. Что будут делать блогеры, как это повлияет на ваш рынок, вот что вы видите в будущем? Ну, я могу говорить только об истории искусства, и это изначально такое вот, но это не является коммерческим сегментом, то есть в основном те, которые, люди, которые этим занимаются, это либо как я, фанатики, графоманы, либо прекрасные женщины с прекрасными мужьями, которые спонсируют именно в деятельность. Вот, очень завидую. И если вопрос, вот, собственно, о деньгах, то как их и особо не было, их так и нет. То есть мне моя деятельность как блогера, я еще дополнительно жил на лес в газете по искусству, мне это просто приносит узнаваемость имени, и вот я пишу книги, которые, вот мои книги, которые тоже приносят какую-то небольшую копеечку статьи, выступления, то есть мы же говорим не о каких-то ютубовских выступлениях, роликах типа BadComedian, которые приносят гигантскую рекламу, а все равно просветительство, это всегда остается такой многофункциональной работой, преподавательской, которая проходит одновременно в самых-самых разных форматах, а не только текстами, но и видео, и подкастами, то есть те же самые способы получения отдачи и получения прибыли, которые были. И все это, вот если о современной ситуации, то это ровно так же будет развиваться, как современная ситуация, то есть ничего хорошего. У вас ведь еще остается время для написания статей в Википедии? Уже нет. Жаль, но ваш вклад там неоценим. Как на Википедии, так и на Викискладе была проделана огромная аналитическая работа, была загружена масса документов, описана и так далее. Пару слов, можно об этом? Ну, в общем, написание статей в Википедии это очень расслабляющее для меня занятие, то есть я просто, когда читаю книгу, я выписываю в Википедии, я там лет 10 назад вела очень активную деятельность, загрузила там 10 тысяч фотографий статуи, 10 тысяч фотографий зданий, потому что я постоянно хожу на выставки и фотографирую экспонаты, и я использую Википедию в частности как хостинг, который живет, то есть те, кто в интернете много лет, они знают, что большинство хостингов, они на самом деле постоянно с ними что-то случается, там какой-то фотобукет был 15 лет назад, Яндекс.Фото, что-то с ними случилось. Википедия как фотохостинг живет уже 20 лет, и загружена фотография, я продолжаю пользоваться, и это очень удобно для меня с этой точки зрения. Точно, и Яндекс, и Гугл их ищут лучше всего. это отлично. То есть там главная проблема с соблюдением авторских прав, потому что они очень строго удаляют изображение предметов, защищенных авторским правом, то есть то, что моложе 70 лет после смерти автора, но поскольку я люблю старых мастеров, а не какого-нибудь Павленского, то у меня с этим проблем не возникает. Понятно, вопрос. Спасибо большое за выступление, с интересным вашим прослушиванием. У меня два вопроса, если позволите. Один личный, второй общественный. Вопрос личный. Лично к вам я имею в виду. В вашем восприятии Малеевича Черного квадрата что-то изменилось после того, как мы узнали, что там на самом деле изначально было? Я об этом знала в университете на первом курсе. Это не является гигантским секретом. Это, собственно, видно. Это я, значит, отстала с жизни. Если вы когда-нибудь посмотрели на черный кадр, который самый первый в Третьяковской галерее, там в каркелюрах трещинах просветчивает краска. То есть и если стоять сбоку, там видно, что отсвечивает. То есть видно, что под этим какие-то структуры есть. То есть то, что сейчас Третьяковка обаппликовала рентгеновские снимки, это просто подтверждение того, что все знали. То есть вы сразу все знали и все правильно? Спасибо. Ну, это многие художники записывали свои работы. То есть Малевич это делал не для того, чтобы сделать какой-то ребус. Просто он нарисовал одну картину, она ему не понравилась, нарисовал другую. То есть это обычный рабочий процесс, который не создает загадку в стиле Дэна Брауна. Спасибо большое. И второй вопрос общественный. Вот я имел радость общения в свое время давно достаточно с Русским музеем. Я просто помню две недели напряженной кропотливой работы в фотошопе, когда искусствоведы заставляли нас вывести правильный цвет газового шарфика в последний день Помпеи Брюлова. Для того, чтобы это адекватно было с их точки зрения отображено в цифре. Но мы же с вами понимаем, что представьте полотно в настоящий формат, какое оно там огромное. В мониторе все по-другому. Как бы мы не выводили этот цвет, все равно в каком-то смысле в контексте сегодняшнего разговора... На некалиброванном мониторе все будет по-разному. Да, да, да. Все равно то, что мы видим на экране компьютера, это в каком-то смысле в контексте сегодняшнего разговора это фейк. Это не тот объект. Я уже не говорю про колесо Дюшана, известное, когда мы на него смотрим, но ничего не можем с ним сделать, хотя оно для этого и предназначено. Вот в контексте обучения, поскольку в тему доклада слово присутствует, можно ли на самом деле учить искусствоведению вот так вот в цифре, да? Как раз в цифре учить иногда проще, чем в реальности. Вот у меня есть ученик, мы сходили вот позавчера в Пушкинский музей, я показываю ему картины, говорю, вот видите, вот здесь рубашечка желтая, значит, вы должны в своей голове делать поправку, что здесь лак 500 лет недавности, который за 500 лет пожелтел, и в реальности вы должны думать, что это рубашечка белая, то есть то, что вам говорили насчет калибровки искусствоведа, они говорили вам не только про то цвет, который соответствует в реальности, какая картина сейчас, но еще более-менее тому, какое она должна, она была до того, как лак пожелтел, то есть картины, они живут, это предметы, это вещи, которые стареют, которые покрываются, она же не желтая, она нормальных цветов, то есть она как бы, есть копия в Прадо, которую очень хорошо отреставрировали, можете поискать, Монолиза из Прадо, и и чтобы понять Монолизу, вот как она есть, надо ее сравнить с той версией из Прадо, какая она яркая, то есть наоборот, цифровое обучение, оно помогает нам строить такие параллели, делать интерполяции, делать цифровые реставрации, которые реальный музей не может себе позволить, надо просто иметь в голове вот этот вот список поправок. Продолжение следует...